Здесь, в Челябинске, в Театре оперы и балета, стартует один из самых масштабных форумов «Евразия-2022». Китай, Индия, Сербия, Грузия, Казахстан, Турция и многие другие страны. Три дня – самые важные вопросы из разных сфер деятельности. ЮРГУ активно принимает участие в работе форума. Форум «Евразия-2022» – социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации, посвящен расширению многостороннего сотрудничества в области образования, культуры, науки и технологий с целью развития единого социально-гуманитарного и цифрового пространства «Евразии». Открыл форум губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Я оцениваю проведение форума на Южном Турале как знаковое событие в жизни нашей области. Да и само название форума, Международный научно-культурно-образовательный форум «Евразия-2022» объединяет как раз различные грани нашего сотрудничества, нашего взаимодействия. И сейчас очень актуальное время говорить об этом, работать об этом. Самое главное – наложить связи и работать над реальными проектами нашего сотрудничества. Организаторы мероприятия – Ассамблей народов Евразии, Российское профессорское собрание, в том числе региональное отделение, Совет ректоров вузов Челябинской области, учредители форума – Правительство Челябинской области, Министерство образования и науки, Министерство культуры Челябинской области, Совет ректоров вузов Челябинской области. На Международном научно-культурном форуме с приветственным словом выступили президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин и председатель Союза ректоров вузов УРФО, ректор ЮРГУ Александр Шестаков. Я вижу главной задачей форума – консолидацию всех сил, которые хотят сотрудничать в области образования, науки, культуры на евразийском пространстве с университетами нашего региона, с университетами России для развития этого направления, особенно важного сейчас в наших сегодняшних условиях. Я ощутил то, что люди, которые приехали к нам, докладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, на наш форум, они приехали с большим желанием выступить, высказать свои мысли, потому что вот такое общение, особенно в сегодняшнем мире, в сегодняшние дни востребовано. После открытия форума прошло пленарное заседание на тему «Социально-гуманитарное пространство Евразии в контексте глобализации, историческая ретроспектива и новые горизонты», модератор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистика, реклама и связи с общественностью Людмила Шестеркина. С докладом выступили приглашенные гости. Среди них президент Национальной ассоциации следователей масс-медиа, декант факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Она рассказала о возможностях и вызовах цифрового медиапространства «Евразийский аспект». Она отметила, что в современном мире информация – ключевой ресурс, а цифровизация становится основой жизни общества. Человек становится центром цифровой экосреды. Россия всегда была мостом между Европой и Азией, между Азией и Европой. И поскольку мы не только мост, но и уникальный пример содружества евразийских культур, Россия, конечно, должна играть лидирующую, значимую роль в процессе евразийской интеграции. Ну а что говорить о Челябинске? Город, который находится, можно сказать, посередине, посередине вот этого пути из Европы в Азию, из Азии и Европу. Этот город должен стать местом, объединяющим самые разные страны и государства. На форум зарегистрировались около 6 тысяч человек со всего мира. Среди участников – ученые, преподаватели, студенты, аспиранты российских и зарубежных вузов, представители учреждений культуры, искусства, медиаиндустрии и другие. В рамках мероприятия будут работать 14 тематических площадок на базе крупнейших вузов региона. Для получения новых знаний, нового опыта, послушать интересных экспертов, поэтому, по-моему, такие мероприятия важны, однозначно нужны, и их актуальность даже не подвергается никакому сомнению. Контакты – это главный ресурс 21 века, и, по-моему, на таком большом мероприятии с таким количеством интересных экспертов однозначно это можно здесь получить. Нас очень интересует то, о чем будут говорить сегодня здесь, в оперном театре, в таком центре, который нам дорог, интересен, как культурный центр. Ну и собираются тут, конечно, интересные люди, представители науки и культуры. Конечно, нам очень интересно здесь было побывать. Цифровизация – это, естественно, современное направление. Я думаю, что все прекрасно это понимают, и в нашей жизни без цифровизации никуда. Обо всех этих направлениях, к сожалению, мы можем узнать только от тех, кто напрямую с этим связан, сталкивается, уже работает на протяжении какого-то долгого периода. И я думаю, что мы не можем самостоятельно быть вот в этой безумной количественной информации, в которую можем неправильно пойти, неправильно направить себя. Вот здесь вот очень четкий подход будет и конкретный нам дан, как в этом направлении себя найти. Напомним, что в программе форума – работа различных секций, круглых столов, мастер-классы, воркшопы, выставки, игротренинги, научные конференции и многое другое.